витаю дорогие друзья сегодня запекаю ту же смачным ясом и с задоволением делюсь с вами цим простым рецептом у меня вот такие вот два куска очень хорошее мясо для запекания это грудинка вот здесь срезана сребер а здесь уже пошла подчеревина то есть животик видно и сало здесь побольше а в целом прослойки сала меньше чем мясо покажу вам со всех сторон на ребрах очень нежное мясо второй кусочек тоже очень аппетитный вообще у нас купить такое мясо не проблема я его уже хорошо помыла со стороны шкуры зачистила осталось только вытереть бумажным полотенцем чтобы она лучше себя впитывала специи и замариновать полностью вымакиваю воду и вот такой вот с этой стороны хорошо вычищена шкура мягкая тоненькая специи понадобятся самые простые они уже готовы и сбалансированные это адыгейская соль есть паприкой но я беру с чесноком зеленая джика зеленая или красная я готовлю как с одной так и с другой получается вкусно по-разному но вкусно и кориандр первым делом засыпаю адыгейской солью сверху и немного по бокам хорошо все это втираю не бойтесь пересоленным она не будет в рецепте напишу состав адыгейской соли какие специи в ней уходят и также распишу аджику зеленую и красную так что со специями колдовать не надо можно взять уже готовые это намного проще и беру аджику она вот такая вот ну довольно таки густая размазываю ее по всему мясу и тоже хорошо втираю еще раз повторюсь со стороны шкуры не солю не натираю специями мясной сок при выпечке будет выделяться стекать вместе со специями и снизу она хорошо пропитается этого будет достаточно сверху засыпаю кориандром его можно предварительно измельчить но нам нравится когда горошинки целые все этот кусок готов теперь его надо хорошо завернуть фольгой закрываю его со всех сторон чтобы сок не вытекал поднимаю вот эти вот краешки хорошо их прижимаю но закрываю таким образом чтобы сверху его можно было легко раскрыть не раскручивать а просто раскрыть этот пока убираю в сторону и точно так же засыпаю специями второй кусок только возьму не красную аджику а зеленую сразу адыгейской солью сверху по бокам хорошо втираю тоже беру где-то чайную ложку вот это аджика более ароматная немного зелени петрушка укроп так коврик у меня чистый поэтому смело собираю и все на мясо в общем попробуйте с какой аджикой вам понравится больше эти специи сейчас совсем не проблема продаются во всех магазинах и такое же красивое мясо обязательно запекайте пробуйте не надо никакая колбаса тем более она сейчас несколько раз дороже чем мясо все и этот кусок готов также закрывая со всех сторон и теперь самое главное мариноваться это мясо должно минимум ночь в холодном месте в холодильнике или на балконе если на улице холодно но можно оставить и на сутки чем дольше но маринуется тем вкуснее все мясо хорошо упаковала оставляю в холодильнике на сутки и только завтра уже буду запекать мясо выстоялось промариновалась можно запекать перекладываю на листик я его еще покрыла пергаментом на случай если будет вытекать сок чтобы он не подкарал и ставлю в духовку разогретую до 180 градусов так мясо запекалась полтора часа при температуре 180 градусов средний уровень духовки подогрев верх-низ без конвекции аккуратно раскрываем и лучше взять вилочку чтобы не обжечь руки вот хорошо сок не вытекает все остается в фольге под мясом хорошо его пропаривает протушивает и благодаря этому шкурка не запекается до твердости получается мягкая даже желейная подворачиваю фольгу делаю из нее такую посуду чтобы маринад не вытекал на противень основа оставался только под мясом и понадобится еще столовая ложка меда собираю этот маринад добавляю к меду если у вас выделилась его много не собирайте весь этот сироп должен получиться сладким поэтому приготовьте его столько сколько будет достаточно для намазывания мяса точно также открываю и второй кусок тоже подворачиваю фольгу вот это мясо более ароматные все-таки зеленая джека намного ароматнее чем красная хорошо перемешиваю до полного растворения но там этот сироп должен быть сладким тогда и корочка получится более румяная и вкусная обильно смазываю мясо я не сказала вес этого куска большего сыром виде полкило 600 и этого времени для запекания вполне достаточно все снова ставлю в духовку где-то на 15 минут только на уровень выше поближе к верхнему тену увеличиваю температуру 200 градусов и включаю гриль и остатки выливаю сверху все мясо полностью готово допекалась под грилем 15 минут подрумянилось но остается мягкое и очень сочное легко прокалывается ножом и выделяется прозрачный сок убираю его с этого маринада на блюдо пусть она полностью остынет и только потом заверну его в пергамент хочу разрезать пока она еще не остыла и показать какой она внутри вкусная ароматная вот такое вот аппетитное красивое разрезе очень тоненькие прослойки сала а все остальное мясо видно что мясо очень сочная шкурка мягкая хорошо протушилась пропеклась но не запеклась до твердого и подать его можно как в теплом так и в холодном виде как вам больше нравится после полного остывания можно легко нарезать на тоненькие кусочки и подойдет она как для нарезки так и к бутербродов хранить его надо в холодильнике хорошо упакованным в пергаменте или фольгем чтобы сверху она не заветривалась и не засыхала готовьте с удовольствием и приятного вам аппетита но если вам подобаются мои рецепты делиться ними струсами подписывайтесь на канал залишайте коментарии щиро дякую за вподобайки и божаю вам всего на кращого